И я всю жизнь за этот космос прям, ну вообще, я космонавт, прям вообще пилот. Понимаешь, что фишка в чем? Но есть один очень важный момент. Вот касаемо Славы. Я вот сейчас вот супруге объяснял этот вопрос. Любой вопрос Славентию задаем, он на него находит ответ. Ну, послушай, вот просто попытайся понять. Невозможно такой объем информации, сидя за компьютером, познать и выдавать ответ. Так, то есть единственный пока объект, который, вернее два объекта, которые есть у нас, это Луна и Солнце. Остальные объекты это просто проекции в космосе, все остальные планеты. Нет, я не говорил, что это, ну подводную лодку, когда мы увидим, это проекция или нет. Там в Верхнем океане, там же что же, океан и плотность неимоверная. Там только могут шарообразные объекты быть искусственного происхождения, высшего человеческого порядка. Возьми яйцо, попробуй раздавить, ты его не раздавишь. Если консервная банка по типу МКС попадет в настоящий космос, она сплющится за считанные секунды. То же самое, что произойдет с подводной лодки в наших реалиях, если она опустится ниже допустимой нормы. Верхний космос еще более плотнее, там давление просто превышает все наши земные реалии. Поэтому, естественно, там корабли имеют форму бильярдного шара. И поэтому плотность не может раздавить. Как человек не может раздавить яйцо, так и океан не может раздавить шар. Так, хорошо. На эту проекцию мы можем сейчас поместить наши страны? Так они уже помещены. Тогда где я нахожусь в Ирландии? Ну, примерно. Сейчас, секунду. А от меня, от Ирландии до Украины, сколько километров? Это все можно теперь вот здесь вот поставить, приблизить туда и поставить. Так, ну давайте будем пробовать. Я не против. Это физическая модель, ведь правильно? Тут оно всеми нашими правилами. Все правила соблюдены природы. Ну, не все, скажем так, я еще... Мы можем... Да, но мы вот... Я понял, что тут с ней нужно будет еще работать. Поместить вот сейчас вот луну, потому что я луну вижу в окне. В Швеции она в окне, луна. И вот у нас никого нет с какого-нибудь другого континента, чтобы... То есть он сказал нам, где находится луна, и находится ли у него солнце. Так. То есть вот эту модель теперь нужно подтверждать нашими глазами. Потому что люди понимают, что программа делают те же самые люди. И если все-таки они хотят что-то нам доказать, оболгать или сказать что-то обман, то программа могут сделать ей что-нибудь невозможное. Вопрос в другом. Вот опять же, никто ничего доказать, оболгать не хочет. Я еще раз говорю. Я славен ролик, но ни один не смотрю. А что смотреть? Стримы вот эти, бесконечный ругань Валеры. Я ни одного ролика слава не смотрел. Даже луна ответ. Я не про это. Я говорю, что нам это, вот эту модель, которую я вижу в программе, нам нужно ее практикой подтверждать. Хорошо. Вот давайте попробуем практикой. Значит... Ну, то, что мы видим, это точно неправильно. Ну, то есть, ну, наши страны ведь не так выглядят. Это как будто пол земли обрезанная. Я еще раз хочу как бы заострить внимание на том, что господину Менделееву, согласно официальным данным, таблица приснилась. Слава получил какие-то данные каким-то образом. Он их озвучил. Люди нашли в нем зерно. И ED-модель, и оно работает. Ну, круто. Все круто. Кстати, хороший пример насчет, извини, Артура, старогодникам. Дело в том, что в процентном соотношении человеки, которые не поглощали знания школьные, они могут теперь с легкостью переймать истинную модель. Есть, конечно, ряд исключений. Вот у меня друг, он круглый отличник. Но он сейчас как бы был в школе с золотой медалью, там все как полагается. И тем не менее, все равно, из-за того, что он был таким супергероем, он сейчас фанат моей трудовой деятельности. И он до конца не может принять то, что я озвучиваю, но он уже отказался от того, что он знал, вот скажем так. Поэтому это очень легко принимать знания, когда не засорена. Я тоже, когда меня спрашивают про школу, я говорю, я ее посещал. Я всегда сидел на задней парке и всегда что-то рисовал. За что мне ставили отметку, чтобы, ну как там, успеваемость в Советском Союзе, чтобы это, ну как бы для графика. То есть я вообще ничего не отвечал, по большому счету, в общепринятом плане, ничего не писал. Хотя у меня шли перемешку разные оценки, допустим. Когда я пошел на принцип, меня потом от школы посылали на олимпиады по зоологии. То есть тогда меня как бы это просто возмутило, то что учительница не поверила, что я могу такие вещи. Это контрольную работу написал там, как академик. Она говорит, этого не может быть. Я говорит, ты у своего друга списал. Она посмотрела по журналу, что мой друг Саша Жуков учится как бы по отметкам лучше. И потом она сделала даже специальные, там 20 вариантов посадила перед собой на переднюю парту. Стояла все 45 минут у меня над душой и смотрела, что я пишу. Потом, когда прочитала, подошла через неделю, говорит, Слава, готовься к олимпиаде, будешь школу защищать. Потому что удивительно, как из-за оценок ты... Я посмотрел на твои оценки, вроде ты ничего не должен знать. А почему ты такие вещи пишешь, которые не в каждой энциклопедии можно найти, непонятно ей. Вот, поэтому школа, она вредит. А нынешняя школа, советская школа, хоть более-менее давала это небольшое понятие взаимодействия с нашим миром. Хоть чуть-чуть там, конечно, все было перековеркано. Самые полезные уроки, наверное, это физкультура, труды и связанные с речью. Стихи, литература, то есть... А физико-химия, оно все искажено. Вот Рыбников уже утверждает, я думаю, он прав, что физико-химия, и там математика, и геометрия, это все вообще была одна наука, которую раздробили на несколько частей. И когда она стала разрубленной, она перестала выполнять свою функцию. Ни одна машина не поедет в разобранном виде. Точно так же и никакая наука не будет работать по общепринятым вселенским канонам, если она поделена на части. Разделяя благоствуй. Да, совершенно верно. То же самое, когда ведические знания отделили... Ну, я в упрощенной форме скажу, когда религии отделили от науки, произошло то же самое. То есть без божественного промысла невозможно понять жизнь человека. То есть если мы отрицаем существование богов, мы уже ничего не можем рассчитать. Если мы верим в существование богов, но и не принимаем, скажем так, науку, мы тоже не можем ничего рассчитать. Истина где-то посередине. Любая магия, любое волшебство, это всего лишь более высокое техногенное устройство, более высшего порядка. Для кого-то наша обыкновенная зажигалка в лесах Амазонии будет тоже каким-то магическим чудом. И обязательно признают, скажут, что ты шаман, ты руками огонь призываешь. Передаю слово. Спасибо, Слава. Я хотел к Артуру обратиться. Если в данном вопросе хочешь более действительно детально разобраться, помоги мне найти текстуру, скажем так, плоской земли в большом разрешении и, скажем так, там детально провисован. Это очень маленькая текстура. Я сейчас самую лучшую найду, какая вообще подходит. Причем там даже не надо заморачиваться. Это достоверная карта, которая была написана, которая была срисована с оригинальной карты. Сейчас я найду, там все в идеале. Надо ее только рассматривать. И когда Артур увидит эту карту, он всецело может увидеть и то расположение, которым желал. Сейчас я потрачу минуты 2-3 и скину ее. Тут даже, наверное, все-таки вопрос не в текстурах и не прочем. Текстуры это мы уже начинаем действительно объедаться, более точно это все дело выводить сейчас будем. Вопрос в другом. Почему работает? Вот что важно. Так, ну, с южным полюсом пока не работает. Как не работает? Ну, потому что именно в этой модели южный полюс это пояс. То есть по всей окружности вот этой вот территории южный пояс. Ты называешь его. То есть он не южный полюс, как мы знаем, как я знаю. Антарктический полюс, да? Да. Получается. Ну, хорошо. Вот северный полюс. Сама Антарктида, она где? Подожди, а какая разница? Вот ты приходишь, вот ты берешь компас, в любой точке находишься. У тебя компас указывает на север? Ну, компас указывает на магнитный север. Ну, вот он указывает. А другая сторона указывает куда-то в противоположную сторону. А как эта противоположная сторона назовется? Или полюс, или просто противоположная сторона? Разницы ж никакой. У тебя, вот, ты имеешь место. Все, ты имеешь стрелочку везде. Где бы ты ни находился, на вот такой вот варианте, все равно у тебя компас работает честно. Он показывает туда, куда он и показывал. Даже при условии шара, он все равно показывает одну стрелочку туда, другую в противоположную сторону. Тут никакого противоречия нет. Хорошо. Сейчас, вы просто две секундочки, извиняюсь. Я скинул модель карты, это самый большой объем. Изучите, пожалуйста, Артур, в частности, скачай. Общая конференция, ну и зрителям показал. Но многие знают эту карту. Скачай, посмотри, детально передаю слово. Да, в конференции, в конференции просили, чтобы, ага, побольше экран сделать, да, чтобы было людям тоже видно. Значит, значит, заговорили про компас. Хорошо, давайте про компас поговорим. Значит, если я в руках держу компас, и мне одна стрелочка показывает вверх, и противоположную сторону показывает, то есть, ну, другую сторону. Значит, стрелка компаса показывает на магнитный север. Это истина? Это правда? Пусть будет так. Хорошо. То есть, если я буду двигаться вот по этой стрелочке, я в конечном итоге должен прийти на этот северный полюс. Ну, на магнитный вот этот северный полюс. Так. И другая стрелочка, которая показывает, она показывает на южный полюс, если я буду двигаться вот именно в противоположную сторону. Да. Хорошо. Значит, неважно, где я буду находиться вот на модели вот этой земли, я где угодно сейчас буду стоять. Ну, допустим, вот укажите, мышка или что, точку, вот где, допустим, я стою. А вот где сейчас север, где юг на этой карте? Юг – это вот южный полюс, а север – это север. Я могу с точностью сказать, где север и где юг, и где восток. Значит, там, где находится Новая Зеландия, там север. Вот Новая Зеландия, это является нашей стрелкой компаса, ну, грубо говоря. Ну, и Новая Зеландия тоже, да, Новая Зеландия, ну, к новым землям направление. Меня меня перебили, и я вроде бы как не завершил-то сам вопрос. А, извини, пожалуйста, я просто... Значит, да, давайте как бы так, ну, чуть-чуть, вот, практически, то есть, вот, именно по этой модели, которая работает. Значит, если я наверху, вот, вот в центре нахожусь, то есть на северном полюсе, мне стрелка будет показывать, что в противоположной стороне у меня кто? Южный полюс. Я пойду туда. То есть, вот, я, допустим, вправо ухожу или вниз я ухожу. Да? То есть, я, я окажусь где на, на южном, этом поясе, в какой-то точке, в какой-то точке. И, значит, солнце я буду видеть одно и то же. Да. Одно и то же солнце буду видеть. И, то есть, если, если, если солнце дальше двигается, оно будет уходить и там, и там, из двух этих точек. То есть, не будет так, что у меня на северном полюсе будет ночь, а на южном полюсе будет день. Такого не бывает, да? Ну, да, там, кстати, это подтверждают сами те, кто, ну, вот, на этих станциях находятся. Они сами говорят, что, это уже сто раз было ролики такие, что вроде как по смыслу должно быть темно, а у нас светло. Ну, так как мы знаем, что земля крутится вокруг своей оси, но она еще имеет наклон, то есть, она от оси и имеет наклон. Она немножко так колышется, то влево, то вправо, получается, если его сбоку на землю смотреть. А вот. Поэтому у нас есть такая возможность, что будет на северном полюсе ночь, а на южном полюсе у нас будет день. Все зависит именно вот в каком положении земля находиться будет вот именно в это время. А что ты опять вот приплетаешь это дело? Мало того, что шарообразная земля, еще и на ось, которую кто-то придумал. Ты как ее, пощупал, что ли? Пощупал ли я ось? Ну. А это что за вопрос такой? То есть, как я могу ее пощупать? Я и говорю. Кто-то тебе сказал, что есть он. Это уже фантастика. Нет, нет, давайте сейчас я немножко уведу момент это. Смотри, Артур, а какая вероятность того, что ты окажешься в Арктике посередине, и компас у тебя не будет вертеться по кругу? Ну, вероятности нет. Там слишком магнитные сильные волнения, чтобы быть там в центре прямо. Сейчас же ты теоретически предполагаешь, что компас будет... Теоретически, да. То есть, ну, я хочу себя визуально поместить на модель вот этой земли. Понимаешь, Вячеслав, как бы я хочу визуально себя поместить, чтобы я как бы, ну, понимал то, что я вижу из окна у себя сейчас, и вижу, и вижу примерно в программе, чтобы оно хоть чуть-чуть совпало. Я вот про что. Так, значит, хорошо. Теперь я перейду немножко к технической стороне. У меня тут в программе... Я хотел сегодня выставить 86 тысяч 400 секунд для того, чтобы сделать сутки. Или сколько там надо их там... У меня не получается вот 10 тысяч и все. То есть, я не могу... То есть, у меня здесь буквально тут 3 часа 77, 3, 3 с половиной часа вот здесь или 2 там сколько получается. 86. Я хотел, но программа не позволяет. Первое. Второе. Значит, я, скажем так, карту данную по соотношению текстуры, скажем так, к размерам карты я не привязывал. Моя задача основная была создать модель работающую. То есть, если ты желаешь конкретно поместить себя... Я предлагаю следующее. Слава... Скину картинку. Вот. Это интересная картинка. Я путем некоторых манипуляций и такую даже создать смогу. Вот. Вопрос не в этом. Я предлагаю тебе, Артур, значит, найти картинку, именно текстуру, которая будет указана, там, Мадрид, Осло, там, Копенгаген, там, еще какие-то моменты. Я ее детально проработаю, чтобы она полностью прям вся у меня прям ой-ой-ой, как вся входила сюда. Я конкретно попробую притянуть все это, весь этот момент ко времени, как солнце будет у тебя там срабатывать, мы потом с тобой этот вопрос решим. Во. И как бы, и ты уже тогда вот сможешь, скажем так, себя попробовать лицезреть, ну, грубо говоря, воочию, как оно есть. Просто здесь сейчас нет привязки ни ко времени, ни к чему. То есть, а если тебе видно, то время у нас идет. Прошло всего 80 секунд. Так, тогда можно будет вот что сделать. То есть, максимальное, максимальное время, которое можно выставить, здесь три часа, да? Ну, два с половиной точно можно. То есть, из 24 часов мы тогда можем уменьшить нашу землю в размере? Нет, зачем нам? Чтобы на три часа появляться, ну, чтобы, чтобы солнце, чтобы солнце наши сутки, чтобы поместить на эту карту сейчас, на эту, на эту, на эту модель. Да, я понял, ты хочешь модель привязать к реальному времени. Ну, ну... Да, это делается легко. Так, ребята, одну секунду. Там, со звук что-то. Ну, сын кричит, поэтому надо было его остановить как-то. Значит, я предлагаю следующее. Значит, ты хочешь сейчас привязаться ко времени. Не вопрос. Есть такое понятие, как позиция. То есть, она мне позволяет творить такие вот манипуляции. То есть, перемещать солнце. То есть, это позиция. При наличии высокоразрешенной текстуры, вот именно вот этой вот такой вот, скажем так, плоской земли, пускай она будет так уже отображаться, фиг с ней. Мы конкретно сможем с тобой натянуть ее сюда. Вернее, я ее натяну. Мы привяжемся ко времени, к точке конкретной где-то на карте. Поставим ее, запустим солнце по времени. Все это дело по позиции. Выставим кого куда надо и будем сравнивать. Только так. Иначе никак. Да, вот это я и пытаюсь это донести. Помогай мне с текстурой. Ищи текстуру с высоким разрешением, с большим. Потому что здесь текстура прям... Ну, я вот сейчас вот попробую ее найти просто. Даже где вот она. Загрузи сейчас. Так, непонятно называется. Сейчас, 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 сейчас. Секундочку. Непонятно. 569 килобайт. Ну, это, да. Свойства. Сейчас, секунду. Подробно. 2058 на 2058. Квадрат. Что я могу натянуть на квадрат... На... На сферу. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Ячейка орбитована. Сейчас, 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 ребята. Одну секундочку. Так вот, сразу сходу объект сфера, да. Что я могу натянуть на сферу размером 42 тысячи 748 километров. Потом по оси Z. То же самое значение. И высотой 21 тысячу километров. Я прошу обратить внимание на то, что все размеры реальны. Я вот так вот могу включить и оставить на 3 часа. Ну, там, на 2 точно. Мы можем забыть про это. Я ничего не буду ни дергать, никуда. Вот компьютер сегодня работал всю ночь. Вот. Я специально вот это дело оставлял. Вот как бы проверял, как оно работает. Вот. И мы посмотрим, за какое время оно, оно, оно продвинется. Слава может сделать по-другому, наверное. Он может отдельно. Если... Нет, лучше так не делать. Чтобы Слава как-то отдельным экранчиком пустил. Чтобы было реально видно, что я ничего не трогаю. Чтобы было все работает. Так, это идет по секунду. 33, 34, это секунды, да? Это идет по секунду, да. То есть, мы будем стримить. То есть, она реально сейчас прокручивает. То есть, она летит сейчас, да? То есть, если... Да, я могу приблизить. Мы можем посмотреть. Это я еще орбиты не выставлял. Так, где оно тут у нас, это солнце? Это я еще орбиты даже не выставлял. А что именно сейчас движется? Солнце. Солнце. По-па-па-па-па-па. Это по орбите своей, вокруг этой сферы. Да. То есть, сейчас вот я попытаюсь как-то... Дену. Вот оно, на елке зеленое. А вот это солнце, да? Прошу прощения. Сейчас я его выделю. Как-нибудь солнце. Вот он. Сейчас я его выделю. Так. Все идет, все движется. 66 секунд. Так, солнышко родное мое, иди сюда. Будут точные значения, будет все еще гораздо точнее. Шаромеры будут. Нам точно нужно будет человека из Австралии. Вот смотрите, ребята. Вы видите, как у вас что-то двигается? Видео, вижу, двигается. Мышка, вот она она. Я ничего не вижу. Не-не, видно, 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 что двигается. Видно, вон этот азим, ну, сфера сама вот вся движется. Да, по отношению. Ну, это сфера, это можно сейчас эту сферу убрать. Я имею в виду, видно, что есть движение. Если ты попытался там зацепиться за прецессию Земли, я уже говорил про подложку и про купол. Мы не знаем этих технологий. Они там действительно на тарелках летают, на каких-то. Устанавливают нам купол. Мы не знаем, что они, если у нас хватает тямы додуматься до таких вещей, что говорить уже о них. Может быть, здесь прецессия там 20-26 тысяч лет. Извиняюсь, я с кем разговариваю? Это Олег, да? Олег. Олег, хорошо. Так как я сейчас вижу Луну, мы можем ее выставить? Неважно где, запомнить. И завтра, вот через сейчас, через 24 часа, Луна должна быть в том же месте. Потому что я ее буду видеть реально глазами. Я сейчас, сейчас посмотрю, где у меня Луна. А, ты хочешь по своей Луне выставить мою? Да. Ну, давай попробуем. Так, я сейчас, сейчас, секундочку, я запущу Столариум и посмотрю, где у меня Луна. Луна у меня сейчас на юго-западе. Сейчас я в окно глянусь, секундочку, посмотрю, реально она там есть. Смотри, Раджик, Ого, ты меня не говоришь вообще никак. Я говорю просто, я в географии не силен и с текстурой тут, ну, трампу. Это, это ясно, понятно, что с текстурой трампу. О, будет текстура, выставим все, что надо. Как, как он тут определил? Хрен из-2. У меня Луны вообще не видно, что у меня все затянуто тучами. И такая погода, что не думаю, что она где-то проблеснет. Ну, хорошо. Тогда именно сейчас я этот эксперимент поставить не смогу. Не вопрос. Не нужно, пока у меня будет нормальная погода. Чтобы я Луну видел реально у себя глазами прямо в небе. Программа, это программа. Я Столариум программе доверяю, но доверяю, но проверяй. Хорошо. Та же самая история. Вот, проверили, Славина теория работает. Ну, это круто. Это круто, конечно. Это прорыв. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА